Я почему-то уверена. Это Сева Макли. Не любит она пирожки с капустой. Ага, не любит. Слушай, нет тут никакой мышеловки, какие-то банки. Фиг, Сажа. Слово красивое? Да в другой коробке. Стресса, их там миллион. Постановки по мотивам произведений Александра Коровкина в театрах стран постсоветского пространства всегда востребованы. Их сюжетность, менталитет героев, предложенных драматургом, всегда перекликаются с реальностью и не могут оставить зрителя равнодушным. Очередная постановка, созданная под руководством режиссера Валентина Яновец «Отчаянные тетки» – это обращение к будням обладательниц золотых лет. Комедия «Фарс» наглядно показывает, как непросто им бывает и как героически, а порой и комично, они справляются с тем, что им предлагает жизнь. Слушайте, ну соглашайтесь же вы на переезд, ну. Ой, Грета, мне кажется, плохо. Ой, точно плохо. Сейчас начнется приступ. Куда ехать? Я не знаю. Ну это же ваших интересных. Да и так. Я не делала, я не знаю, как мне не было. Как вы не могла, я делала свое. Уграю. Смотрим, кто кого. Так, Степа. Да, да, слушай. Знаю, два племянника, да. Комедию всегда сложнее репетировать, нежели, например, драму, потому что ее нужно играть очень быстро, а если быстро играть, значит, нужно очень медленно репетировать для того, чтобы проходить все кочки. Вот, поэтому сложно очень, потому что плотный событий не ряд. И только сыграл одно событие, как на тебя тут же набрасывается второе событие. Ты не успел его отыграть, а уже третье событие. И с одним героем ты один, с другим ты другой. Кто-то хочет завладеть домом двух пожилых сестер. Кто-то пытается похитить у них деньги, чтобы поправить свою карьеру. Большое количество социальных тем вплетено в одну историю. Странные, смешные и нелепые ситуации следуют одна за другой, заставляя героев изобретать все новые и новые способы выкручиваться из сложнейших коллизий. Комедия без труда находит своего зрителя. Настолько она простая, живая и понятная. Эта пьеса как бы достаточно известная и уже во многих театрах она поставлена. И у нас в Белоруссии есть, и в России ее много поставили. Ну, это такой востребованный жанр и всегда любимый зрителями. Поэтому я думаю, что Александру Коровкину как-то удается на нашем постсоветском пространстве быть таким очень интересным комедиографом. Спектакль «Чайные тетки» – не единственная яркая премьера театрального сезона. Планы администрации театра амбициозны и полны сюрпризов. У нас сейчас будет работа над новогодними представлениями для детей. Это свято. Мы сами верим в Деда Мороза. И я надеюсь, что мы как бы поможем нашим детям тоже поверить в чудо, поверить в Деда Мороза, в то, что существует Новый год и подарки. Ну, а дальше мы будем, я думаю, работать с классическими произведениями, в планах музыкальная комедия. Также на малой сцене будут премьеры. Главное, чтобы позволила эпидемическая обстановка. Как не пропустить премьеры – следить за театральной афишей, либо страницами театра на интернет-проссорах, где всегда публикуется самая важная и актуальная информация. Продолжение следует...